Непокорная, но желанная Я тебя не понимаю, что ты сделала со мной Быть с тобой одной желаю И не надо мне иной, не надо мне иной Ты разожгла в моем сердце огонь Ты приносишь мне радость и боль Ты луч в свету в пустой темноте Я постоянно возвращаюсь к тебе Непокорная, но желанная Моя и не моя, но не банданная Непокорная, но желанная Верная моя и не верная Ты разожгла в моем сердце огонь Ты приносишь мне радость и боль Ты луч в свету в пустой темноте Я постоянно возвращаюсь к тебе Непокорная, но желанная Моя и не моя, но не банданная Непокорная, но желанная Верная моя и не верная Чего вы не верю в пустой темноте Как композитор. Он просто чудовый композитор. Чудовый! Здравствуйте, Леночка! Украина! Я Кишка! Здравствуйте! Украина! Коллега! Прекрасная украинская криса! Леночка! Спасибо! 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 Браво! Браво! Спасибо всем, честь Леночка! В честь Леночка! Поехали! Спасибо, спасибо. С моего времени, известного письменника, гумориста Александра Ковенько, попросили дать выяснение, что такое гумор и что такое сатири. Майтер посмехнулся и сказал, что когда лавкова подснетул бригадиру через весь лаг, то это гумор. А когда это низенький низ, то это сатири. И абсолютно точно визначение. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас много кто вважает, что на эстраде этот жанр непотрібен. Но мы это преимущеем. И сейчас я запрошу на эту сцену людину, которая владеет и гумором, и сатиром. Артист, который собирает полные зали, которого встречают гордовыми областями, потому что он король усмешки. Анатолий Ревянчук! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СТУКОЛЯ АПЛОДИСМЕНТЫ Это на протяжении 30 лет. И хорошие люди взяли и скомпонировали. И вот этот аудиокон на 2,5. Тебе будет столько материала. У меня тут на 2,5, потому что это непросто. И обязательно я хотел бы подарить. Хай это будет в серии. В следующий раз мы разберемся. Чтобы это было два в одно. Нет, у нас нет. Это означает истину, что ты сейчас среди близких дорогих. Как ты сказал? Это не пані и панове. Это близкие дорогие, шановые, прекрасные люди. И обязательно у тебя дивизии. Я знаю, что у меня есть. Тут у меня просто каждый меряет жизнь по своему. Я верю в жизнь по высочкам людей. Олиночка, люби, живи твои и усмихайся. Спасибо, что ты у нас есть. Ну что ж, я все сказал, я тебе сказал, я тоже истинный. Каждый меряет жизнь по своему. Истину, напевно, по усмешкам. Когда люди усмихаются, я вам сказал, что когда я приезжал до своего деда, я иногда таки рядки писал. Когда я еду до дедушки и что-то такое мне лиричное находит, что, возможно, каждый меряет жизнь по своему, я меряет жизнь по усмешкам людей. И мы усмехаемся мало, поэтому часто хороем. Иногда втрачене здоровье, мы хотим повернуть колькома уголами в сельницу. Это такая сатира была. А вообще, когда лирики, что, возможно, мы так редко бываем там, бываем там, где мы родились и выросли. Куда час от часу повертаемся в песнях и бывальщинах. Мой приезд до родного села, который я всегда называл столицей молодежиства, начался с встречи и приветствия с дедом. Он воевал с будьонным. Я всегда сказал ему, что дед, ты воевал с будьонным или против будьонного? Дед молчал. Уникальна была человек. Он, кстати, был в театре. Голова Колгоску выделил автобус. Дед поехал в театре. Он был в театре. Он играл в театре. Он играл в шутово. Прекрасно. Мне играли. Артисты. Особенно мне нравились гардероби. Когда выдают пайто, я взял аж два. Уникальна была человек. Когда он крикал в театральном клипе, когда я приезжал, он сказал, что папа, где-то на звезда? Вот парашютистка. А мир где-то взял. Дети порозбегались. Представляете, что это было восемь лет. Я раньше, когда был маленький, думал, что дети берутся. Теперь думаю, куда они в хвилер поддевались. Суседи никакие. Гармошечка такая. Открие рот на три сели, чути. Ваши куры, ваши куры. Ваши куры у меня грабляются. Я говорю, а как твои у меня несутся. Ну, уникальна была людина. Ну, это можно много говорить. До речи, я так хотел бы сейчас перед тем, как что-то неординарное сделать. Потому что коленочка всегда делает неординарные вещи. Потому что люди, которые находятся в этом зале, они понимают, что актер, артист должен иногда удивляться. А я желаю, чтобы он делал все чаще. Потому что я вижу, что эти обличия удивляют. Ну, тогда интереснее життя. Ну, пошли два куми, красли до суседа. У кого же красли? У суседа набрали всякого такого свежья. Я говорю, что Матс, там, в соломи Бутин. Куми, га! Так, ну, что вы кричите? Остается не шоу. Что не шоу? Ну, что, Бутин? Ну, они шли. Я говорю, что мы будем делать. Ну, что нюхать? Что нюхать? Ну, что, ты куштувати давай. Ну, куштували разом, наверное, по 5, а может, по 10. А то, кури давай так вот тихенько, чтобы милиция не почула. Давай, ким. Гей, наливайте, о, ничай! Будьмо, маэстро в музыку. Галиночка, чтобы всем, кто тебя любит. Браво! Браво! Анатолий Римсун. Галиночка, еще раз, еще раз, побажайте, чтобы на подобное, это не забранье, это великое свято. Тебе завжди не скачало грошей. Ну, а взагалом людское, чтобы человеки любили женщины, женщины-членники, чтобы любили вас ваши дети. Чуй, доченька, не спи. Счастья всем. Слава Богу вам! Спасибо вам! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Спасибо вам! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Прослушавши твой тиск, у меня поставили вопрос, я думаю, всем тоже будет интересно. Доброе утро! Доброе утро! Осталось завжди так. Доброе утро! Доброе утро! Мы говорим на заданиях, адресах... Я хочу знать адреси твоих женовальников, слушателей твоего альбома. Тому що, в ньом все-таки, есть и философские песни, и весельные песни, и романсы. Все-таки, для кого ты ист? Я так думаю, что это где-то для всех, потому что в нем знаменитые, знаете, дорослые люди, молодь будет танцовать под веселые песни, а дети очень любят песни пополам и за это, потому что они творят гарный настрой и вызывают посмешку. А когда мы ждем Новый год, когда мы сидим с семьей за родином стола и ждем последний удар родинника, и мы всегда с удовольствием песню «Свято Новый год». Мы надеемся, что Новый год завжду будет счастливейшим, лучше, чем вперед, и добрейшим. И именно с этими желаниями мы сейчас с моим Александром хотим для вас выполнить эту песню. Заслышана Антиска Украина, Орна Тишина, и Майкутня Зирка Украины, наш Украинский разнотует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры伐 Субтитры создавал DimaTorzok Стар chinois I вотcky Eo ce elshorvero are a beautifulinfraste A lot of the people who have helped us draw böyle Do you know a happy body a Everybody У меня есть семья, у меня есть дети, я служу в лучшем театре, в молодом театре. Я спеваю, я живу на репетициях, живу репетициями, я летаю от счастья, когда находлюсь на сцене. Но иногда жизнь ставит такие питания, на которые нужно давать верную и своёчасную ответственность. Потому что, на жаль, у життя репетиции нет, воно падает. Я желаю вам добра и счастья. Я вас люблю. У жизни бывает репетиций, и в зеркале до жизни жадных глаз. Мгновенье пролетающие птицей, спектакль, что родился и погас. Меняя города, стирая лица, накатывают новые года. А прошлое бывает лишь приснится, но нет, не повторится никогда. И встретятся никогда, да, 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 мне завтра. Любовь и счастье, радостные лица. И я иду по жизни без антракта. У жизни не бывает репетиций. А может, жизнь не сон, что долго длится, О, время пробуждений и зари. Проселиваю в памяти страницы Уградений преисполненных любви. Увижу весь и сон, наверное, он. Сценарий, что заведомо приснится. Но я не стану ставить жизнь на кон. У жизни не бывает репетиций. И встретятся никогда, да, да, мне завтра. Любовь и счастье, радостные лица. И я иду по жизни без антракта. У жизни не бывает репетиций.